Я искупалась, поэтому сейчас пойду поем немного, потому что уже время обеда. Я уже покушала, и сейчас я смотрю телевизор, немного почилю, а потом вы увидите сами, что я буду делать. Я очень давно не заполняла ежедневник, так как не было времени, последние два месяца школы я не успевала, потому что это были самые напряженные месяцы, поэтому я это не делала, эти два месяца, а в каникулы вообще не делала, я даже про это не вспоминала, поэтому пора уже начинать заполнять ежедневник. Я не буду писать планы, я просто, так как скоро школу, я напишу, оформлю красивенько постараюсь, и напишу список, что нужно купить в школе. Давайте начнем, я сейчас все приготовлю здесь, то что нужно, и начнем оформлять вместе с вами. Под таким золотым брошпеном я написала надпись «Back to school», и сейчас я уже начну писать список. Пожалуй, я сделаю все минималистично, а здесь я рисую такой, типа, блокнотик, рисунок блокнотика, и по краям, может быть, приклею всякие какие-то наклеечки. Посмотрим, увидим и посмотрим. Я уже раскрасила, я старалась сделать так, чтобы все сочеталось, и я уже успела испортить, размалить этот брошпен, это я из печи, да. И сейчас я напишу здесь список того, что нужно купить. И буду озвучивать, может быть, я вам что-то напомню купить, или, может быть, я не знаю, может быть, вам будет просто полезно. Вот так вот, сейчас будем писать. Итак, что я вам советую брать в школу? Первое – это тетради, второе – это ручки, советую брать уже побольше ручек, потому что, чтобы не забегать все время в магазин за этими ручками, потому что я уже так делала, что в начале года покупала мало ручек, и потом приходилось после школы идти за ручками. Дальше это лист А4, ну, я их обычно использую для презентации, а вам, может быть, для чего-то другого нужно. Дальше простой карандаш, или же, если у вас есть механический карандаш, то вам нужен стержень для него, вот, нужно тоже купить. Дальше это пенал, ну, тоже банально. Дальше это текстовыделители, даже учительные говорят, что выделяйте текстовыделителям. Дальше ластик или резинка, кто как называет его. Дальше стикеры, ну, я не имею в виду стикеры-наклейки, я имею в виду, что стикеры, на которых можно писать, или же стикеры-закладки. Тоже можете купить, если не хотите стикеры, можете купить, там, какой-то маленький блокнот. Вот. Дальше, я здесь не написала, но оно уже вам понадобится. Папка для бумажек в классе, стоят такие папки, и в них находятся все наши тесты. Вот так вот, вроде бы все рассказал. А теперь продолжаем оформлять. А на фоне я поставила девочку, которая вдохновила меня создать этот канал. Тут я нарисовала, вот, карандашик. Дальше нарисовала я, типа, такой рюкзак. Он получился не очень. Закрыла пальцами, чтобы не казалось, что это реклама. Вот. Я хочу отсюда вырезать вот этот рисунок. Мозг вырезала я. А теперь вопрос, куда его приклеить. Думаю, здесь будет прикольно. Готово. Вот так вот. Нарисовала еще такой, типа, будильник. Он у меня ассоциируется с школой, поэтому я его нарисовала. Нарисовала еще такой обычный угольник. Нарисовала еще такой текстовый делитель. И да, прикол. Я этот текстовый делитель нарисовала этим текстовым делителем. Они как будто бы свесятся в темноте. И так, продолжаем. Я еще вот здесь, вот здесь и вот здесь нарисовала еще такие, типа, скрепки. И думаю, получилось нормально. Я, наверное, сделаю себе масочку, так как я где-то месяцев два назад делала в последний раз. А, не, я еще в этом месяце делала. А, не, не в этом месяце. Короче, можно сказать, я каждый месяц один раз делала. Поэтому давайте сейчас сделаем, как раз я искупалась, на чистое личико. Вот у меня есть выбор масочек. Давайте выберем какую-нибудь. Это с витамином. Мне сейчас витамины не нужны, поэтому нет. Это непонятно с чем. Давайте посмотрим из-за этого. Можете посмотреть, кому интересно почитать. Он очищает кожу. У меня и так кожа очищенная, ну ладно. Давайте посмотрим. Это, кстати, скорее. И это тоже скорее. Я люблю Корею. Дальше что тут написано? Этот увлажняет кожу. Может быть, владает эффектом. Короче, вы поняли, да? Две вот этих увлажняют, очищают. Ну, короче, все вместе. И они обе с Кореей. Мне вот это понравилось. Давайте вот это будем. Он со вкусом кокоса или что это? Наверное, это кокос. А, это орешки. Короче, я не знаю, что это. Допустим, что кокос и яблоко. И алоэ это вроде, да? Короче, не важно. Выглядит он такой тонкий. Такой прохладный вообще. Шикарно. Попью водички. Уже ночь и время спать. Но я немного почитаю. И, наверное, с вами попрощаюсь. Ну, если вам понравилось это видео, поддержите меня. Знаете чем. Можете подпиской, если вы этого еще не сделали. Можете лайком. И на этом всем пока-пока. До встречи, до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok